11 мая 2014 года часть населения Луганской и Донецкой области приняла участие в так называемом референдуме о независимости. Проукраинские активисты сбежали или ушли в подполь еще за пару недель до этого. Выступать против референдума было уже некому. Политолог из Донецкой Кирилл Сазонов называет это голосование спектаклем для российских СМИ. Кого могли собирали, кого могли подвозили и открыли минимум избирательных участков, чтобы показывать, как стоит громадная очередь. И картинка для Рост ТВ формировалась, что Донбасс массово вышел за свою свободу. Сазонов не сомневается, что результаты клубесцита 11 мая сфальсифицировали. Как традиционно фальсифицировали выборы на вотчине регионалов и в мирное время. Да и сегодня условий для честных выборов нет. Но возвращение конституционного порядка на Донбасс с помощью военной силы тоже невозможно. Слишком велики будут потери и разрушения. Согласен с ним дипломат Василий Филипчук, который считает, что после поражения под Дебальцево и Минском-2 силовое принуждение России к миру уже невозможно. Украина сможет победить, если будет реформироваться. Но делать это нужно самостоятельно. Без системных реформ мы не сможем перемогти в данном конфликті. Но, с другой стороны, регулювание внутренних проблем не может быть предметом внешнего диктата. Не можно ззовно без отримания згоди легитимным чином у повноваженных на это украинских институций навязывать такие вещи, как, например, смена Конституции. Через два года после так называемого референдума руководство ДНР и ЛНР уже не хочет независимости от Украины. Их устроит и особый статус, прописанный в Минских соглашениях. За два года погибло от 10 до 20 тысяч людей. Более миллиона были вынуждены искать убежище. Потери украинской армии только за последний год перемирия составляют в среднем 2 человека в день.